СОЦИАЛЬНЫЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ Вопросы абсолютно разных сфер сегодня прозвучат в прямом эфире. Традиционно самые популярные вопросы касаются сфер здравоохранения и ЖКХ. Три дня колл-центр принимал вопросы. К этой минуте мы обработали более 180 обращений. И это не говоря о тех видео-вопросах, которые присылают жители со всей республики. Вопросы о том, как я не знаю, что я не знаю. Добрый день, уважаемые телезрители, коллеги, друзья. Рад всех приветствовать. Как Вы знаете, если вы уже не брали, это у нас есть в том числе, как вы уйдете на Social Security. В нашем случае, если вы живете в Адано-Айске, они были, и в том числе, но имели и в том числе, в том числе, когда вы получили Центральный банк России лицензии, отзывательные на Берегию, которого вы можете 愿ить, как вы можете вы legendary учителям, которые получили Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Почему? Потому что она очень интересна прежде всего и для селян и для горожан, потому что могут пользоваться и те и другие. Срок выдачи ипотеки на 25 лет. Максимальная сумма сельской ипотеки 3 миллиона рублей. Процентная ставка максимальная 3% годовых. Это такие очень льготные условия по нынешним меркам, которые позволят привлечь в небюджетные источники и окажут содействие в скорейшем строительстве или завершении начатого строительства индивидуального жилого дома. Это очень важно для нас. Мы, конечно, будем смотреть участки по комплексной компактной застройке. Последние годы на уровне Кабинета Министров Чувашской Республики переведено почти 3000 гектаров земель сельхозназначения. Тем самым это даст нам возможность по тем участкам комплексной компактной застройки осваивать эти территории. С одной стороны, а с другой стороны, появляется прекрасная возможность селянам и горожанам строить свои любимые дома. А потом уже отметить новоселье. Касаясь нашей работы, мы сейчас работаем над тем, чтобы максимально подготовить соответствующие материалы. Они должны быть простые, доступные от уровня заработной платы. Кто сколько, в стоимостном выражении, ипотечный кредит может оформить. У кого какие-то уходы, по-другому говоря, позволят оформить эти ипотечные кредиты. По возвратности, по платности у нас селяне и горожане всегда были дисциплинированные. По сравнению с другими регионами, мы числи лучших регионов Российской Федерации. И я уже с учетом предварительной оценки сказал, мы как Чувашская Республика можем участвовать как пилотный регион на федеральном уровне по реализации данной новой программы. Спасибо. Хорошо. Михаил Васильевич. Спасибо. 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 . . Спасибо. . 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 Спасибо за вопрос. На самом деле у нас три программы в сельской местности работают. Земский доктор, земский фельдшер и земский учитель. Программа на сегодняшний день работает. Какие документы нужно представить? Сейчас с учетом того, что времени очень мало не будем занимать. Эта программа освещена на официальных сайтах, доступной доходчивой форме. Мы адресно, точечно направим в ваш адрес официальный ответ, для того, чтобы вы правильно сориентировались и по уже качеству представляемых материалов у вас там ошибок не было и разных других хождений. Здесь вопрос простой. Средства в бюджете предусмотрены. И все те решения, которые приняты на федеральном уровне, они у нас все в работе. Никаких сбоев никогда не было и не будет. Спасибо. Пожалуйста. Еще один вопрос вот у нас недавно появился от жителей нашей республики. Рассказывают о несчастном случае, который прошел 31 октября в городе Нарьянмар. Там умер ребенок в детском саду. В нашей республике никаких охранников в детсадах нет. Их сократили, пишут жители. Вот кто охраняет наших детей и как-то будет ли рассматриваться вопрос о безопасности в детсадах? Вот такой вопрос мы получили. Спасибо за вопрос. Чтобы обеспечить безопасность территории и детских садов, и внутри помещений детских садов. И по общеобразовательным школам эту работу проводим. Выделили огромные средства для того, чтобы купить камеры в виде фиксации, фотофиксации, чтобы ни один проходимец не смог пройти на территорию даже детского сада. Когда все это оснащено, в единый пульт управления поступает на экраны от камер в виде фиксации. И тот человек, который не обязательно даже охранник, даже сотрудник детского сада будет сидеть смотреть, кто прошел. Если на самом деле не родители, не папа, мама, не бабушка, дедушка, то они не должны их пропускать. Есть кнопка тревожной сигнализации. Они могут своевременно кнопку нажать, вызвать полицейских для того, чтобы упреждающе применить профилактические мероприятия. Поэтому над этими вопросами мы занимались и занимаемся. А где на самом деле родители хотят надлежащую охрану, это тоже возможно, потому что в бюджете не все садики мы предусматриваем на охрану, прежде всего физлицами, через частные охранные предприятия, через неведомственную охрану. Хотя отдельные решения мы тоже принимали. Наша задача органов власти обеспечить безопасность детей. Какими инструментами, какими механизмами мы будем это делать, это наша компетенция. Поэтому мы над этими вопросами работали, приоритет расставили очень правильно. И по факту я хочу постучаться у нас на территории республики, пока все благополучно. Это хорошо, очень важный вопрос, такая тема серьезная. Она волнует, потому что чувствительно, люди же хотят, чтобы дети были в безопасности и доступная среда, шаговые доступности обеспечивала образовательную среду и воспитательную среду для наших любимых детей. Вот эти ключевые принципиальные позиции. Поэтому с родителями мы всегда в общении, соответственно, на разных мероприятиях участвуем, выслушиваем. Где какие решения еще нужно принимать, конечно, мы обязаны принимать. Продолжение следует... 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 А учителям учебного центра очень приятно. Когда мы находимся в школе, мы находимся в школе. У нас есть возможность оборудования, лаборатории, Продолжение следует... По-другому говоря, нет такой самоцели, чтобы любую школу удержать или любую школу капитально отремонтировать и заново внести. Потому что мы должны смотреть демографии, что будет через 5 лет в деревне Арабосе Урмарского района, что будет через 10 лет. Если мы будем... Улучшение демографических показателей и количество школьников будет увеличиваться, конечно, мы обязаны школу капитально отремонтировать, открыть, чтобы там учились. Это во-первых. Во-вторых, в базовых школах у нас учителя квалифицированные, вся управленская команда работает на результат. А результаты какие? Ученики этих школ у нас участвуют на всероссийских разных олимпиадах, возвращаются оттуда чемпионами. Но с малокомплектных школ это невозможно делать, потому что квалифицированные училия хотят больше заработать. И они, прежде всего, обучают в базовых этих школах. Поэтому мы не должны преследовать саму цель любой ценой, а мы должны создать благоприятную среду для того, чтобы наши ученики и школьники могли получать образовательную среду, знания в хороших, комфортабельных школах с максимальной оснащенностью. Вот тогда это будет результат. Много вопросов касается пенсии интересуют наших жителей. Вот, например, один из них спрашивает, не будет ли надбавки к пенсии на республиканском уровне, поскольку наш регион лидирует в ПФО. Надбавки? Вот такой вопрос, да, надбавки. Насколько вы знаете, я просто напомню, касаясь вообще изменения действующего законодательства пенсионной системы, очень болезненно обсуждали, это была чувствительная тема, по увеличению возраста выхода на пенсию. Это с одной стороны. Но с другой стороны, я могу сказать, надбавки к сельским пенсионерам уже есть с ростом на 25%. Это решение было принято тем селянам, которые долгие-долгие годы отработали в сельскохозяйственном производстве. Таких решений тоже не было никогда принято. И тем самым, можно сказать, уже надбавки есть. А касаясь горожан, касаясь отдельных пенсионеров, которые работали в разных отраслях, в разных организациях, там, конечно, у перечня категорий по трудовой деятельности есть соответствующие надбавки. Сейчас я не буду комментировать, потому что пенсионная законодательство это компетенция федерального центра. Здесь мы только можем подсказать. И решения мы на оригинальном уровне по пенсионному законодательству не принимаем. Это компетенция федерального центра. Те пожелания, предложения, которые есть, мы можем письменно обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации и представить наши предложения. О чем я могу сейчас уверенно сказать. Готов подписать данное обращение. Как дальше там будет принято решение, конечно, это только можно предполагать. Или примут пользу заявителей, или вообще не примут пользу заявителей соответствующие решения. Спасибо. Михаил Васильевич, мы уже сегодня несколько слов сказали о ходе подготовки мероприятий к большому юбилею. В следующем году 75 лет Великой Победе. И вот есть телефонный звонок. Наши операторы записали. Конкретный вопрос от Абрамовой Алисы Александровны, жительницы города Чебоксара. Не пора ли начинать уже сейчас подготовку к празднованию юбилея? На некоторых зданиях висят старые надписи, которые уже не актуальны. И до 9 мая осталось совсем немного времени. Пора напомнить о Великой Победе всем. Вот такое обращение. Спасибо за вопрос Алисе Александровне. На самом деле у нас есть план мероприятий, который мы утвердили. Есть рабочий орган, как горкомитет, который занимается вопросами подготовки проведения 75-летей победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это на самом деле важное очень мероприятие. И все те акценты, моменты, которые она озвучила, конечно, должны быть сняты с повестки дня. И повсеместно, по всем муниципальным образованиям мы сейчас благоустраивать должны памятники, обелиски воинской славы, цветники должны появляться. На все это дело с оригинальным бюджетом выделили мы тоже средства, чтобы не только за счет средств благотворителей или предпринимателей все это провести. Республика компактная, управляемая. Ежегодно мы ответственно подходили к проведению, к подготовке данного праздника. И в следующем 2020 году мы проведем на высочайшем достойном уровне эти мероприятия, приуроченные праздничным мероприятиям. Потому что это будет проходить не только в один день, а это будет проходить несколько месяцев. Сегодня же встречи в школах проходят, разные видеоролики крутим. Тем самым пробуждается патриотическое чувство у нашей молодежи. Это имеет огромное воспитательное значение. Поэтому где какие-то недоработки есть со стороны муниципальных образований, со стороны других ответственных должностных лиц, пользуясь эфиром, хочу обратиться ко всем должностным лицам. Здесь никакой черствовости не должно быть. Все должно быть с чистыми помыслами, с добрым сердцем для того, чтобы люди почувствовали нашу работу и внимание со стороны молодого поколения к мероприятиям Великой Отечественной. Мы продолжаем прямую линию с главой Чувашской республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым. Прямо сейчас у нас поступает огромное количество звонков. За полчаса эфира еще 30 людей до нас дозвонилось. Работают три оператора, так что звоните, и мы вас сегодня услышим здесь в студии. А пока переходим к следующему вопросу. Вот появился еще один. Он касается льгот многодетным семьям. Можно ли расширить льготы многодетных семьям для их поддержки на транспортные расходы? Вот такой вопрос от жителей нашей республики. Спасибо за вопрос. Но касаясь многодетных семей, соответствующие решения у нас по льготам они приняты. Даже начиная с этого года мы выдаем уже книжки, как многодетные семьи. С точки зрения дополнительных льгот, кроме принятых на федеральном уровне, на оригинальном уровне, муниципальные образования сами тоже дополнительно принимают соответствующие решения. Там касаясь, допустим, многодетных семей, для детей, которые являются учащимися или студентами, допустим, льготные проездные билеты. Они дешевле на 200-250 рублей покупают. Это тоже соответствующая льгота. Касаясь Дней здоровья и спорта, которые есть, по посвящению учреждений физической культуры и спорта, тоже на безвозмездной основе в течение месяца один раз они могут это посетить. И ряд других решений. В целом на социальную политику я могу называть почти 14 миллиардов рублей мы выделяем средств. Это огромные средства. Какие еще дополнительные решения нужно принимать? Конечно, это без конца невозможно. Все связано с параметрами бюджета. И с этой точки зрения нам надо по существу предложение иметь для того, чтобы посмотреть, комплексно оценить, какие дополнительные решения еще мы можем принимать. Я думаю, вас услышали. Спасибо. Михаил Васильевич, первым годом Тамара Корсакова, что говорила, защитная. Он идет в чем-то нашкал. Межим первым республикара, херам зене, водорубилек, шул ашли зень, эш ветеранья яд помаща. Кружи республика зенде, и пельнедырхашпорезенде, шабах водорубилек, шул шиде, или к первым вараб, водорубилек, шул шул шли миле, эш ветеранья, хезеприадат, девичто буласты зень. Как нашкал, уйду? Таудабыш, езерастовада, первым республикара, эш старшин зень, ветеран труда ядне, вообще пааман, пааман. Пааман, пааман. Ебер чий жималдан ежендымар, аржин зене, шанашкалай херарым зе и бамашкан, кайран, и ки шул шуры чагардымар, паянь кигуна, ебер ежену зене еженат вар, херарым зем, ватар шиде, шул да улду ешлене булзасан, аржин зем, хереге, шул да улду ешлене булзасан, езеру на бледер. Юлашки шул зене, шак еж стажебе, ебер шитмель пин, ветеран ядне пана. Ша ветеран зем, кашни уихра, парабинте, шерденге екларах, укша денге, шам, намай, ебер еерана, паян кигуна чагарай ма спар, меншин дезесе, вал ежену зен переншиган бюджет по. Ебер калан ма болдарад па, ежен не еженма болдарад па, бюджет бюджет па бюджет укша деглад喘. Шаан бада каман каштах ши тх-шитмеш, В этом году, когда Республика Жанинча, была программа занятости, или содействие занятости, в этом году, когда вы провели, которые приезжают, сейчас в 7 срок нечего длительности, когда вы получите в воду, которые вы получите, тогда вы получите в ветеране, звоните, по-моему, полтора. – Главное. – Хорошо? – Хорошо. – К нам также поступили видео-вопросы. Вот хотел бы я посмотреть вместе с вами, Михаил Васильевич, Обращение из Канаша. Речь идет о территории опережающего развития Канаша. Канаш называют территорией опережающего развития. Но мало кто понимает, какие преференции для бизнес-сообщества именно там есть. Моя компания занимается электротехникой, электротехнической продукцией. Насколько перспективно развивать бизнес именно там? Спасибо, Станислав, за вопрос. На сегодняшний день статус территории опережающего развития дает приличные льготы. Почему я так говорю? Даже касаясь налога на прибыль, организации коммерческой деятельности отчисляют 20% от налога на прибыль. Те организации, которые находятся на территории опережающего социально-экономического развития, первые 5 лет отчисляют только 5%. Это 4 раза меньше. Кроме этого, вторая существенная льгота – это отчисление от фонда заработной платы в разные небюджетные фонды. Организации обычно отчисляют 30%. В данном случае отчисление, кто имеет и работает на территории опережающего социально-экономического развития, 7,6%. По-другому говоря, 4 раза меньше. И эти льготы дают возможность открывать новые производства. Чтобы производительность труда была высокая, это дает возможность привлечь молодых, компетентных людей. А для молодежи это прекрасные условия для самореализации. Поэтому, Станислав, пожелание у меня одно – работать смело. Тем более, организации электротехнического кластера у нас представлены не только на территории республики, они представлены на федеральном уровне. И практически продукции по отдельным направлениям сегодня уже продается на экспорт за пределы Российской Федерации. Это наша победа, очень хорошие победы и оценки очень хорошие. Мы уже начинаем конкурировать с мировыми компаниями. Я рассчитываю на вас, Станислав, что вы со своими партнерами, своей управленческой командой многое сделаете для того, чтобы создать рабочие места для самореализации молодежи и для развития экономики Чувашской Республики. А мы со своей стороны, с учетом принятых решений, окажем содействие по поддержке малого и среднего бизнеса или за счет фонда развития промышленности, можем выделить льготные средства или средства с субсидированием 5-6% годовых. Михаил Александрович, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Национальный план противодействия коррупции Обратился к нам Роман Александрович Нагоров из Новочебоксарска Говорит о том, что землю, как многодетной семье, им выдали в Ибресях Это за 120 километров от Новочебоксарска Вот спрашивает, почему так далеко, вести подсобное хозяйство неудобно Говорит, что проезд только 12 тысяч рублей в месяц стоит туда-сюда Вот такой вот вопрос Спасибо за вопрос На самом деле, этот вопрос очень такой значимый, прежде всего, для семьи Романа Александровича Конечно, я поднимал этот вопрос неоднократно Но в то же время городские власти города Новочебоксарска мне констатировали Желание у многодетных семей города Новочебоксарска есть Чтобы получить земельный участок в Ибресчинском районе А потом уже там или дом построить, или просто везти там огородницу Я согласен с Романом Александровичем, что за 120 километров ездить туда Это не совсем целесообразно и выгодно Поэтому были возможности у этой семьи отказаться от этого земельного участка И получить где-то в шаговой доступности Недалеко от Новочебоксарска хотя бы 50 километров Это реально Поэтому, если он откажется оттуда Дополнительно, где-то варианты сейчас город Новочебоксарска изыскивает Земли сельхозназначения, где надо перевести, мы переведем на уровне кабинета министров Просто этот вопрос, он такой особенный Я возьму его на заметку Переговорим с Ольгой Викторовной Какие варианты дополнительного решения для этой семьи Может быть и для других семей Действительно поступает очень много конкретных вопросов Михаил Васильевич, я хотел бы озвучить еще один из них Звонили из Степановского сельского поселения Цивильского района уже У нас построили дамбу, но трубы не положили Вся вода теперь стекает в деревню Когда сделают у нас трубы Жить уже так невозможно Может быть вы знакомы с этой ситуацией А населенный пункт есть? Степановское поселение Степановское сельское поселение Там, наверное, много деревень входит Надо нам по рабочему порядку Уточнить тогда сам населенный пункт Но сегодня, когда строятся автомобильные дороги Или капитально проводится ремонт Согласно проектно-смертной документации Где есть водостоки Для нормального пропуска воды во время половодия Всегда трубы на сегодняшний день предусматриваются Чтобы вода стекала Но в данном случае На самом деле Все зависит от качественной подытоки Проектно-смертной документации Поэтому нам надо соответствующую экспертизу провести На самом деле, как и от чего все это произошло И этот вопрос в рабочем порядке должен быть разрешен Понятно, этот год он уже прошел Но в течение 2020 года Хотя бы первым полугодиям Мы должны разрешить этот вопрос Специалисты Министерства транспорта Выйдут совместно с администрацией района Посмотрят на месте И определят, какие решения нужно принимать Потому что, сидя в этом кабинете Мы не можем сейчас какой-то конкретный ответ дать Может быть, он просто ошибочный наш ответ Возможно, там просто технологии не нарушены Или что-то другое может быть Следующий вопрос касается столетия Чувашской автономии Обратился к нам житель Марпасадского района Там родился и жил Анатолий Николаевич Тагаев Основоположник Чувашской музыкальной культуры Планируется ли открытие музея в его доме в его честь? Вот такой вопрос Марпасадского района Я могу сказать, да, скорее всего нет Почему? Потому что касаясь столетия образования Чувашской автономии Мы уже мероприятия конкретные предусмотрели Вот эти мероприятия мы по расходной части бюджета В трехлетнем бюджете уже учли А бюджеты глава республики уже внес в государственный совет И этот бюджет обсуждается Поэтому надо здесь не только желание одного человека Надо обсудить с населением С жителями данной территории И комплексно изучая и оценив достоинство данного человека Конечно, должны принять соответствующее решение Решение может быть и положительное И промежуточное, и отрицательное Все зависит от позиции администрации Маринско-Пасадского района В общем, да, им надо выступить У нас есть личности, которые на самом деле имеют свои заслуги Допустим, как Андрей Николаевич Николаев Как Василий Иванович Щапаев Алексей Николаевич Крылов Надежда Павлова, хореограф Ряд других Мы не можем по мелочам распространиться Отдельные люди имеют право На уровне муниципального образования Соответственно, значится И эти решения должны принимать Сами муниципальные образования Все перевалить на республиканском уровне Это хорошо, воспользуясь этим моментом Но у нас практически в программе Участвуют все сельские поселения республики И все муниципалитеты Чувашской республики Как городские округа Так и муниципальные образования сельских районов Мы ставим всех в одинаково равные условия Но от значимости Мы принимаем решения на республиканском уровне От значимости муниципалитеты принимают на своем уровне Это компетенция наша Компетенция самих муниципальных образований Вот такой ответ Спасибо И при памяти хамаруны Тальбулова Малдан Пальдерныча Ковала перен республика Бурнаганзем Республика Пушлагебет Тальбулмидесе Анчахта Перен каларум зене Погащихам республика Краганамара А я креет Ваш сын Дехаваспах Тимлеще Перен нации Телекуравне Халя Маншиганаскелет Пидер Улыбе Он дагат Ваш автономия Культура центра Пиде Лайхешлет Унен Пушлаге Валериян Гаврилов Перен век Анашмагуру Малдан Вырыгун был Хизельпе Юнда Ендешсе Хизельпе Телекуравсен Вырыгун был Хизельпе Михаил Васильевич Сирепит Тадад Ленинград Трехничеваш Синчен Хяруй Ля Салам Курночца Ирлых Сывлах Иксель Мителе Тада Анушизем Сунадад Хизельпле Михаил Васильевич Ибир Чуваш Сулликин Тепхул Инче Шубаш Чуваш Синбер Маспаттер Нея Чебе Сергей Николаевич Бутияков Фак Изблизия Урам И Текр Лег Ятне Пома Идат Бар Тад Даб 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 Сирия Сергей Бутияков Инде Великам Дагам Польмес Фирен Телег Грав Зам Тен Польмес Чебе Был Великам Маспаттер Курс Соглас Келет Ченах Тай Пидер Ведеваш Цэв Зам Хастар Лег Бе Пал Зад Ращ Нумбай Булмас Ибридюнж Николас Заг Дар Шнеб Пидер Дэн Инджем Мор Мур И Мур Урам Бер Никита Бичурин Ят Неп Бат Чен Бах Шук Шурал Неп Бутияков Ят Неп Мур Аз Малах Тай Шук Баш Крат Программа Ун Яз Бам Аз Тай Неп Ба Бан Ба Валериян Сири Неп Неп Шкалах Неп Чуваш Сене Кам Нации Культуру Автономич Неп Ченнага Тай Ез Веде Ба Аб Выринд Влаж Орган Зам Ба Су Ци За Та Са Брад Еб В Международном Санкт-Петербургском форуме Килюши Дебусромар, Ленинград области, Перин Килюши Бор, Питер Хулыбе, Волбере Борад, Черладислав Идузия Тацапа Машканул, Пиделаях. В нашей школе был Пулдомар Алексей Николаевич учреждений, ученый был на Маяне. Крылов. Алексей Николаевич Крылов в нашей школе, в нашей школе, в нашей школе, он был в студенте, в Врене. В Зимбеде был Пулдомар, Пиделаях. Пуллом, дезаглашан, Шубаш Карда, Совет Союзин героя, дядь, не помашка, я был в Хаде, дезаглашан, но к Уиду, пирин Хулари, депутат, Сембе, Сюцеев мало дезаглашан. Мы же не, Уиду, не Тацапа, Брат, Хула, депутат, Сембе, дезаглашан. В Савнамане небе паны Идова хула влачет землячий директор, хула влачет землячий директор, кайран ежен-нагышин полирает партизаколашин. Оно жезу надо полирать, малыш нет, ченнагахта, я воплыхату и за, камалдуемащик лезе, и шлезе бурза, тогда вызыкщенню земля домашка. Магунда, шапла, бутыр, дизеколаш. Ялл-на-х, шапла, бутыр, дизеколаспар. Тогда выше, Михаил Васильевич. Следующий вопрос из Мариинского посада. Жители жалуются, что по улице Космонавтов ужасная дорога, каждую весну размывает дорогу. Больше никто не хочет ничего делать с 2013 года. Средств не выделяют и говорят, что глава не хочет с ними разговаривать. Спасибо за вопрос. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . 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 Спасибо. . Спасибо. . Василий Васильевичем Игнатьевым. И переходим к следующему вопросу. По улице Коммунистическая 24 обращаются к нам жители. Говорят, что отсутствуют тротуары в ужасном состоянии. Все обросло деревьями. Нет дороги. Отсутствуют детские площадки. Нет освещения. В общем, городская администрация не реагирует, по мнению жителей. Спрашивают, будем ли благоустраивать наш район. Город Новочебоксарск. Спасибо за вопрос. Это город Чебоксары? Нет. Это город Новочебоксарск. А, Новочебоксарск. Да, имеется в виду. Но касаясь города Новочебоксарска, и жители, и горожане города Новочебоксарска знают, мы последние годы очень много денег выделяли и на строительство, на реконструкцию новых дорог, на капитальный ремонт, и дворовых территорий, подъездных путей. Обещали на первом этапе 100 дворовых территорий отремонтировать. Мы отремонтировали. Горожане довольны. Но есть отдельные дворовые территории, где на самом деле ремонтные работы не проведены. Я вот вначале уже сказал, за один год мы не можем. У нас программа сегодня работает, включая 2024 год. И город Новочебоксарск в том числе. Поэтому, когда это конкретно будет сделано, должны сказать четко это администрации города Новочебоксарска. Михаил Васильевич, у нас как раз есть такая возможность, у нас на прямой связи, на телефонной связи, глава администрации Новочебоксарского. Давайте подключим. Города Новочебоксарск. Вы нас слышите? Да, да. У нас только что прозвучал вопрос, связанный с проблемами Новочебоксарска. Улица Коммунистическая. 24. Вы могли бы дать более развернутый комментарий по этим вопросам? Да, конечно. Добрый день. Проблемы по адресу улицы Коммунистическая, дом 24 Новочебоксарске мы знаем. Мы встречались с жителями. Там было обращение по поводу деревьев, которые в аварийном состоянии. 12 ноября управляющая компанией Лента произвела вырубку этих деревьев. Потом был вопрос по поводу устройства малых игровых форм и спортивных снарядов возле дома. Докладываю, что в 2020 году этот дом Коммунистическая 24 и 26 войдут в программу формирования комфортной городской среды. Из республиканского бюджета Чувашской республики будут выделены средства. В настоящее время проектно-сменная документация имеется. И мы готовы к реализации этой программы. И также здесь будет произведен ремонт асфальтно-бетонного покрытия. Спасибо за вопрос. Спасибо за ответ. Насколько мы услышали и правильно поняли, начиная с следующего года, начинаются все те работы, которые предусмотрены согласно проектно-сменной документации. И люди получат свое благо. Михаил Васильевич, Украинский, 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 германия. И медитаты, украиня, и германии с вредом. наильная китай организации китай организации аренда наильная я уже лошадь зоне анчах там да шлеши прачка в районе джепур на ганзе мощный щенят рактор зим шлеши ширин ширин билик шул сухоломан шар зене ильзе его и сене раскорчевать туза паянки гуна и гибин гектар и тла вазе сейвы брода кыртырште згалама боладь ку камжан начар дезгалашыны негам жандан начарым бар анча пур хышперзем ялгузялық шарымын не білмеші китайцем паянки гуна менлі тептеллев хайземумылартына білмеші шауығы трах политик ба чихындарзе популизм шайын жи терлі деслі емоций жаэнжі халыға тересмар суя информаций житересе дезгалашын малашне бірін китай шаржывы бе рашей шаржывы тачыжығынза ішлеші шауна маян китайцын хайзен шуғырзем бе вазем завод тумала паянки гуна бол калажу жаэнжі анчақта хышян инвестиции зене хурза производствене худа ерошан ебе калама бұлдараймастыр шауық трах терлі деслі митинг сәміртержіш китайцем бе ебірішлен жын жын парен жән бінімілі пул жадуғайд ебір ешвырын жырат бар ешвырынзе ешхавырдылығе пысқырақ пулынамайын ежікші зарплатынде пысқырақ пулынмала вал пиде лайхе бала шауық трах хышпыр пирең республика жаэнжі жұралын жынзе калашы пире завод керлымар пире ешвырын керлымар пире китайцем керлымар пире инвестор зен біра пире немде керлымар уаза нинитет в Аршамар жан бір шынулағынistan ежікші мастер Миуар сcingі жән сжақ трах хүйтаксы жисotted керлғе керлымар пビе өзілі прав Antara Е coexistің бірнің жәнге жәнг craving peròгар сәк қыран дұпыне ж20ілі үлес деген жизіне мастер жүлес талға патрамақ стямі тутный bezdir Продолжение следует... 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Адам Бойч, чтобы сэкономить время, отвечу на русском. Проблема известна. И горожане поднимали, и селяне поднимали. На сегодня, на самом деле, предприниматель поменялся, появился новый бенефициар. Сделка до конца не состоялась, но, по крайней мере, насколько я знаю, договоренности между предпринимателями уже имеются. Наша задача, задача органов власти, по тем договоренностям выделить средства с фонда развития промышленности, для того, чтобы новый предприниматель мог, используя наши выделенные средства на льготных условиях, в течение полтора года запустить завод по переработке птичьего помета. Здесь практически я не порукрашиваю события. Реально новые предприниматели обещали, дали свое слово. Сегодня идет подготовительная работа по подготовке проектно-смертной документации и защиты данного бизнес-плана, данной проектно-смертной документации на правительственной комиссии. В перспективе, в течение полтора года, этот вопрос должен быть разрешен, уважаемый Алексей Алексеевич. Это с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, мы тоже меняемся. Если требования у селя намного сильнее, лучше становятся, если взять 20 лет назад, там запах навоза или запах птичьего помета, по крайней мере, воспринимался, ну так, скажем, в народе, в обществе. Есть запах, есть, ну ладно, терпели. Но сегодня другая ситуация, и все нормы предоохранного законодательства мы должны соблюдать, и все нормы экологической безопасности тоже должны соблюдать. Поэтому мы слов на ветер не бросали, но прежде всего, я еще раз хочу подчеркнуть, мы создаем условия на льготных условиях для предпринимателя. Предприниматель организации Мегамикс обещает в течение полтора года организовать переработку птичьего помета. Тогда и запах исчезнет. Вонь в жаркие дни летнего периода тоже исчезнет. Раз и навсегда. Николай Алексеевич, следующий вопрос связан с переходом на летнее время. Насколько это актуально для экономики Чувасской Республики? Интересуются люди, наши зрители. Переход на летнее время для улучшения качества жизни населения. Прошу обратить внимание на вопрос о переводе часового бойца в республики на летнее время. Сделать то, что уже сделали в свое время Ульяновская и Саратовская области. Насколько это нам нужно, Чуваши? Спасибо. Но этот вопрос, прежде всего, поднимает селяне. Я принципиально не возражаю. Были же запущены инструменты, механизмы голосования через интернет-голосование. Вот примерно 50% за перевод времени на один час. 50% против. Баланс интересов 50 на 50. Нам надо еще соответствующую работу провести для того, чтобы принять решение на законодательном собрании Чувашской Республики. Людей надо подготовить. Потом ведь решения органов власти Чувашской Республики должны быть представлены Государственной Думой. И на уровне Государственной Думы решение принимается. Когда абсолютное большинство или квалифицированное большинство решение лучше принимать. Поэтому то, что селяне говорят, у нас украли один час, это правда. И это правда. Но соблюдая баланс интересов, какое окончательное решение, надо еще раз взвешивать. Надо посоветоваться с народом, с жителями. И только после этого можно принять ответственное решение. Иначе мы создадим конфликт интересов. То есть полка о двух концах может случиться? Может быть, не совсем в двух концах. Не совсем в двух концах. Потому что даже отдельные высказывания по принятому решению в Ульяновской области я слышал. Они хотят перейти обратно. Зачем, говорят, перенесли? Потому что московское время. Если взять высказывания Татарстана. Татарстан рядом с нами живет. Они к этому вопросу вообще не возвращались. И не собираются возвращаться. Потому что нам, говорят, комфортно жить с московским временем. Поэтому здесь ряд есть таких сильных сторон. И ряд вопросов, которые касаются слабых сторон. Поэтому, еще раз говорю, надо советоваться с народом. И после этого только принимать ответственные решения. Хотя тут же Татарстан, мы знаем, по географии, находится чуть восточнее. Это уже дополнительно, как бы сказать, такие моменты есть. Еще один вопрос пришел от Владимира Семеновича Сидорова. Онкологический центр при госпитале, который говорили, что принимают инвалидов-колясочников, по факту не принял. С января месяца пытались попасть. Каждый месяц откладывали, а потом отказали. Вот для кого существует этот центр, спрашивает Сидоров Владимир Семенович. Вот такой вот вопрос. Нет, центр при каком учреждении? Повторите, пожалуйста, еще раз. Вообще написано в вопросе «Центр онкологический при госпитале». Ну, наверное, имеется в виду госпиталь для ветеранов войн республиканского. Там нет онкологического центра. У нас онкологический центр, и это на Гладково. Поэтому кто-то, может быть, ввел в заблуждение Владимира Семеновича. Потому что госпиталь, насколько я знаю, обслуживает ветеранов великой честной войны, ветеранов труда. Есть перечень, категории работников, которые обслуживаются. Но центр по разным онкологическим заболеваниям – это у нас в онкологическом центре, который находится на улице Гладково. Мы туда вкладывали финансовые ресурсы, построили новый корпус, капитально отремонтировали. В перспективе мы там должны создать ядерный центр. Это вот правда. Все остальное, то, что там на уровне сарафанного радио какое-то быту изменим, мы перепроверим. И официальную информацию практически поведем. Если у Владимира Семеновича есть телефоны, то мы адресно, соответственно, поведем эту информацию. Михаил Васильевич, а у нас есть возможность связаться, не подсказывают сейчас режиссеры, что у нас на проводе министра здравоохранения Викторов Владимир Николаевич. Возможно, он прокомментирует эту ситуацию. Пожалуйста, если вы нас слышите. Достоверный ответ нам нужен. Владимир Николаевич. Владимир Николаевич, вы нас слышите? Добрый день. Я тоже смотрю телевизор. Я слышал вопрос пациента. Наверное, уважаемый Владимир Семенович говорит об эндокинологическом центре республиканского госпиталя для ветеранов войны. В 2017 году комплексно Ацинекс и пообщавшись с населением, мы перевели республиканский эндокинологический центр на базу республиканского клинического госпиталя для ветеранов. И сегодня мы готовы организовать консилиум с участием наших главных специалистов, если есть какие-то вопросы, если не ответили конкретно, касается колясничка. А так, по госпиталю, если взять, мы полностью обеспечили доступную среду и реанимацию, которые там присутствуют, и все эндокинологические операции и высокотехнологии, которые есть, они проводятся с данным диспансером. Да, я согласен с Михаил Васильевичем. Онкологический диспансер у нас находится на улице Гладково. Мы здесь свяжемся. А так, контактный телефон 2617-15, лечебный отдел Министерства здравоохранения. Мы готовы подключиться к решению этого вопроса. Я взял вопрос на контроль. Спасибо, Владимир Николаевич. Мы услышали, надеемся, что услышал и человек, который задавал этот вопрос. Да, Владимир Семенович. Да, Владимир Семенович. Спасибо. И у нас еще телефонный звонок. Можем мы сейчас услышать наших телезрителей? Пожалуйста. Если нет, то я предлагаю озвучить еще некоторые вопросы, которые поступили на прямую линию в течение этого времени, пока мы готовились к нашему прямому эфиру. Михаил Васильевич, вопрос следующего характера. Работники бюджетной сферы рады, что с 1 октября у них повысилась заработная плата. Правда, ненамного, они говорят, на 4,3%. Но где-то, в частности, обращались к нам из Чебоксарского района работники библиотек. Да, действительно, у нас оклады повысились на 4,3%, однако зарплата на выходе осталась прежде. У некоторых даже она уменьшилась. Люди это объясняют тем, что оклады увеличились, но зато уменьшились стимулирующие выплаты. И спрашивают, неужели возможно такое? Вроде бы этот проект был направлен на повышение зарплаты, а итого мы ничего не получили. Наверное, где-то точно есть такие проблемы, иначе бы вопрос не возникал. Спасибо. Для того, чтобы было понятно всем, на самом деле решение о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы, государственным служащим, муниципальным служащим принято. Рост на 4,3%. В среднем фон заработной платы увеличен. Я не беру сейчас и не делю на базовые составляющие, на стимулирующие коэффициенты. Но когда базовые оклады увеличили, стимулирующие, там тоже процентом отношения не увеличивается. И никто не должен нарушать трудовое законодательство. Рост в целом, уровень заработной платы и базовый, и стимулирующий должен увеличиться на 4,3%. Это речь идет о Чепоксарском районе, насколько я услышал. Тогда, значит, по линии Министерства культуры Чувашской республики проверят, потому что зарплату начисляют они. Мы передаем для начисления заработной платы финансовые средства муниципальным образованием. Поэтому здесь инструмент для осуществления контроля есть. Перепроверим, соответственно, на самом деле, если есть там кое-какие нарушения, то надо устранить все эти нарушения в соответствии с трудовым законодательством и нашими принятыми решениями. Ущемлений здесь ни для кого не должно быть. Спасибо за ответ. Еще один вопрос есть от Олега Валерьевича, да, Сара, Чебоксарский район. Вот говорит, что ребенку уже 5 лет, а как многодетной семье, видимо, не первый ребенок, не дали еще землю, вот когда дадут, спрашивает Олег Валерьевич. По предоставлению земельного участка они должны обратиться по месту проживания, в данном случае администрацию Чебоксарского района. Потому что список формирует ДНИ, у Чебоксарского района достаточно земельных участков. Если на самом деле они никуда не обратились, конечно, Олег Валерьевич, надо обратиться письменно, потому что земельные участки, это есть земельные участки, это есть недвижимость. И без обращения никто вам выделить не может. Иначе это будет оценка такая, что кто-то создал со стороны чиновников коррупционное проявление. Спасибо. Мне подсказывают, что у нас есть еще телефонный звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, вначале. Алло. Мы вас слушаем. Алло. Мы вас слушаем внимательно. Пожалуйста, спрашивайте. Я? Да, это... Вы сказали подождать, на линии. Теперь вы можете уже говорить. Вы в эфире, прямо в эфире. Хорошо. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Михаил Васильевич, я председатель ПЦЖ-СОЦ-2. Шапошникова Татьяна Александровна. Вчера я слушала ваше высказывание по поводу Чувашбанка, Чувашкредитбанк. Чувашкредитпромбанк. Точнее. Да, Чувашкредитпромбанк. Вы выразились, почему до сих пор наши расчетные счета находятся там. Вы сказали, что всех предупредили. Лично я об этом не слышала. Наверное, и другие. Понимаю. Наверное, сказали своим, может, государственным структурам. Почему мы там находились, в этом банке? Потому что там услуги были дешевые. Вот, например, наши жители ходили платить коммунальные услуги. За любую сумму брали всего 12 рублей. Хоть ты 30 тысяч платишь, хоть 40, хоть тысячи. Так как расчетный счет наш находился там. И неужели нельзя было сохранить этот наш банк в Чувашке? Один единственный. Как-то, я думаю, это было в ваших силах. Ведь у нас все-таки глава Чувашия. И я думаю, ваше слово было весомым. Вот наш ССЖ потерял 53 тысячи рублей. И сколько таких организаций? 63. 63. Спасибо за вопрос, Татьяна Александровна. На сегодняшний день ежедневно мы занимаемся этими вопросами. На самом деле, вы здесь правильно отметили, мы со своей стороны принимали максимально все меры для того, чтобы счета государственных предприятий, счета муниципальных предприятий там не находились. И все те, которые прислушивались, вывели отсюда свои счета. Несмотря на то, о чем сейчас вы сказали, на первый взгляд, якобы вам казалось, что там дешевле обслуживание счета и обслуживание банковских услуг. Но, увы, к сожалению, оказалось совсем по-другому на выходе. На входе вроде бы там привлекли, мотивацию создали, а на выходе, вот, пожалуйста, вы потеряли 63 тысячи. Хотя это, может быть, не такие большие средства, но для вас это большие средства, потому что эти средства собраны от населения, от жителей многоквартирных жилых домов. Поэтому все это еще не потеряно. Завтра в ДК Уксайе в 13.00 часов будет проходить рабочая встреча с участием руководства арбитражной или временной управляющей пожарской. С агентства страхования вкладов приедет заместитель. Мои вице-премьеры будут участвовать. И там будет открытый разговор. И будут проведены соответствующие работы. Как вам в данном случае поступить, не затрачивая лишнее время. Поэтому предложение мое такое, и просьба к вам такая. Поучаствуйте, найдите время. Будет полезно и интересно. Через конкурсную массу в счет 63 тысячи рублей и энную сумму вы потом вернете. И сейчас надо переходить в другие банки, потому что финансово-хозяйственная деятельность в данном случае приостановлена. Учу вашего электроманка. Спасибо. Мы знаем, что работает также горячая линия, где есть разъяснение по ситуации, сложившись с этим банком. Думаю, там тоже можно узнать новости, последние новости. Спасибо, Михаил Васильевич. Да, я сегодня при встрече с журналистом уже сказал. Достаточно информации. Просто надо сейчас правильно поступать всем тем, кто имеет там клады, депозиты, кто имел расчетные счета. Мы уже объявляли, что у нас было очень много видео обращений. И я хотел бы по возможности сейчас тоже вернуться к этим обращениям. Потому что наши зрители из районов и городов тоже хотели задать свои вопросы. У нас есть обращение из Шумерлия. Насколько готовы шумерлинцы задать свой вопрос? Здравствуйте, Михаил Васильевич. У меня, как и жители города Шумерли, такое ощущение, что наш город не успевает за реформированием ЖКХ, идущим по всей стране. Хорошо, хоть котельные новые появились, но сама инженерная сеть не ремонтировалась десятилетиями. Постоянные аварии на трассах. Лопаются трубы, часто не бывает горячей воды, отопление. Однако тарифы у нас выше, чем в столице. Свалку никак не закроют. Хочется узнать, вошли ли мы в какую-нибудь программу. Очень хочется сдвинуться с мертвой точки. Спасибо. Спасибо за вопросы, заданные вами. На сегодняшний день я могу сказать, в сфере ЖКХ, вы правильно отметили, новые блочно-модельные котельные появились. Это практически эффективно, это рационально. И соответствующая температура в холодные дни, зимы или весны, или осени квартиры будут. Это во-первых. Во-вторых, горячая вода появилась в этих квартирах. Это тоже значимо. Вопросы эти поднимали сами жители. В-третьих, касаясь коммуникации, это тепловых сетей, касаясь водопровода, мы средства выделяли и будем выделять на осуществление капитального ремонта. Понятно, за один год мы там не наведем порядок, потому что десятилетиями никто не занимался и никто не вкладывал деньги. И с точки зрения подходов с нашей стороны, город Шумерли во всех программах республики участвует. И мы на Шумерли деньги выделяли и будем выделять для того, чтобы обеспечить безопасность, стабильность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, для того, чтобы городская среда в городе Шумерли с каждым годом становилась лучше. Спасибо за вопрос. Спасибо. И еще мне подсказывают, есть готовый вопрос, тоже видео обращение. На этот раз уже мы вернулись с Чебоксары, на столицу Чебоксарской республики. Давайте посмотрим обращение чебоксарцев. Михаил Васильевич, городская среда – понятие широкое. Мы начали благоустройство дворовых территорий, многое уже сделано. Но не отремонтированных участков тоже много. Мы переживаем, когда дойдет до нас очередь и хватит ли денег. Спасибо за вопрос, Лидия. На сегодняшний день, конечно, в один год мы сразу не сделаем. Вот я помню, мы начали благоустроить дворовые территории в городе Чебоксары, начиная с 2011 года. И ни на один год эти работы мы не останавливали. Вот город Чебоксары по сравнению с другими городами находится в лучшем положении по благоприятной городской среде. Средства мы будем выделять ежегодно, включая по нашей программе 2024 год. Поэтому сопереживания могут быть, но вы не волнуйтесь, что мы вас оставим один на один. Средства с городскими властями мы выделим и благоустроенную территорию создадим для вас, для ваших детей, для наших детей и для всех тех уважаемых ветеранов. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . 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